Всем привет, ребятки, с вами Flash. Что ж, не смог я удержаться, в общем, решил поиграть все-таки немножко на пререлиз ветки, чтобы прочувствовать, каково это развиваться в новой системе компонентов. Чтобы, когда она пойдет уже на основу, не тупить, а понимать, что делать и где селиться. Решил я поиграть где-то часик-полтора, может быть два. Для вас это, конечно, займет всего минут 20-25 ролик, потому что лишнее я все повырезаю. И заодно мы проверим, что же нам дадут эти два часа. То есть мы помним, как это на XP происходило. На XP-системе мы бы за два часа, ну максимум я бы докачался до уровня там 7-8, построил бы начальный дом, ни о каких там C4 калашах не могло бы быть и речи. Нужно было еще играть и играть. Про систему чертежей то же самое, потому что неизвестно попадется ли какой тебе рецепт, я должен часы проводить в лутании RT в поисках топовых рецептов, либо собирать чертежи. А в нашей системе компонентов у нас все открыто, нам остается только найти части необходимые, те самые пресловутые уже компоненты. Ладно, приступим. Буду показывать только начальные действия, которые действительно интересны. Все муторную часть буду вырезать. Первым делом, тут будет упор чисто на развитие, поэтому все, кто ждет экшена, вряд ли он тут будет. Опыт уже никакой не дается за сбор листвы, хотя я так к этому привык. Самое первое, скорее всего, что я буду делать, когда будем там играть, это, конечно же, крафтить всеми любимую уже теперь карту, потому что, так, быстрый крафт у нас сохранилось, все сохранилось. Это полная классика. Так, это, надеюсь, не медведь. Это кабанчик, кабанчик, хорошо. Если бы его убить еще с камушком, было бы идеально. Не, кабан убежал вдаль, побежал вообще по воде. Как святой прям. Даже не тонет, но там мелко, правда. Так, ладно, время терять не будем. Делаем нашу любимую карту и сразу же, мне кажется, в системе компонентов нужно понимать, куда держать путь, иначе смысла вообще нет. Постепенно добываю дерево для самого первого оружия, это для копья. Никакого изучения не нужно, ничего не надо добывать. Все сразу открыто, чтобы убить каких-то животных, потому что поначалу идет борьба с голодом по большой части. Так, есть карта у нас готова. Переносим ее. И смотрим. Смотрим, где мы находимся, благо все открыто. Вот он один РТ уже непосредственно близо с ней. И все. То есть, в принципе, поначалу можно никуда не бежать. Так, а тут я нахожусь в лесном биоме. Да, пока что еще, видите, не сделали, что будут появляться все в пустыне. Мы постепенно продвигаться сюда. Думаю, потом это будет. Ну, значит, держим путь сюда. Выйдем сейчас к дороге и посмотрим. Благо повезло, попадается сразу руда. И я хочу накрафтить, точнее, насобирать, нафармить сразу немножко ресурсов для крафта самых необходимых предметов. Это топор каменный и кирка. Есть. На первый топорик я насобирал. Быстренько его крафтил. Кстати, кабан меня преследует. Он сейчас вот тут за этим бремном, вон он ходит, опять прибежал. Ходит прям вокруг меня. А прикиньте, если кабаны могли агриться. Они в живой природе, когда на них нападаешь. Они же могут на тебя боро вот нестись и просто сносить с ног, а эти убегают. Нет в них агрессии. Так, ну за это, мне кажется, кабанчики поплатятся, потому что таких нельзя упускать. Такой шанс, когда сам на тебя вышел кабан. Где он только? И мясо там просто жира для печки. Немеренное. Вот он. Пасется. Стоямба, стоямба, стоямба. Три, третий удар. Хорош. Ой, вот можно уже что-то поесть. Отлично. Все, ну добываем. Как все-таки непривычно, что не идет опыт слева. Мне так это нравилось, когда там что-то постоянно капало. Так, в итоге мы имеем два грибочка и уже первоначальный жир. Можно, кстати, уже сразу его весь переплавлять, потому что нам нужно для печки 100%. Весь смело загоняем. И добиваю дерево на кирочку. Поставил на фон музыку растовскую. Надеюсь, не сильно будет мешать. Она немножко успокаивает. Все равно, по сути, мы тут развиваемся. И надо, чтобы что-то играло для фона. Очень приятно под музыку развиваться. Так, нафармил я уже на кирочку. Вышел к дороге. По карте следуем. Да, вот она дорога ведет. Как раз карте. И сразу начинаем смотреть, что как раз тут и есть места, где у нас появляется... Точнее, мусор. Мусор, где появляется куча бочек. И мы их уже поначалу можем поразбивать и посмотреть, что же нам попадется из компонентов. Но так как вот много еще травы, ткани, я пособираю. Вот они, вот они первые наши мусорки с кучей бочек. Сейчас посмотрим, что же нам появится. Представляете, калаш сразу выпадет. Это будет, конечно, просто бомба. Блин, пропанк-тэнк, но это не особо то, что хотелось бы. А я даже не знаю, что мне надо-то. Я еще настолько не привык к этой системе, что я даже сам не знаю, что мне надо. И очень удобно, потому что костер поначалу не хочется дерева тратить. Вот такие вот у нас есть коробки с мусором, в которых мы можем хоть как-то выживать и пополнять свой запас калорий. Так, еще четыре бочечки. Я такое ощущение, что вообще нет смысла их сейчас бить, потому что даже если я что-то выбью, что куда я это дену-то? То есть немножко не тем я все-таки начал заниматься, но да ладно. Так как этих куч смуг, блин, что-то слишком много-много этой сырой нефти, хотя она хороша. Ее в костре, правда, нельзя вроде переплавлять. О, вот оно, первое лезвие, два фута веревочки, неплохо. Кстати, дерево начало выпадать с бочек, я, честно говоря, вообще не помню, чтобы дерево выпадало. Короче, тут если по дороге бежать, бочка за бочкой, это просто такой, это как семечки. Начинаешь есть, пока все не съешь, не закончишь. Так и по дороге бежишь, вроде одну бочку разбил, там еще, еще, и вот так вот бесконечно бежишь. И тут сразу приходит первая недоработка в Расте, то, что до сих пор не сделали никакого рюкзака. Катастрофически не хватает места. И кто-то правильно подметил то, что, блин, сделали бы уже давным-давно рюкзак. Я просто разрабам отдельное спасибо сказал бы, как в DayZ, допустим. Потому что, ну реально, с этими еще компонентами они просто все забивают. Вот я сейчас даже ничего толком не залутал, все, уже инвентарь полный. Надо обязательно строить дом, все, придется избавиться от этой привычки бежать по дороге и все лутать. Поэтому побежал уже к РТ. Так, сразу надбил немножко дерева, немножко камней, потому что сейчас хочу скрафтить лук. Это непозволительная была роскошь на первых минутах игры в системе XP. А сейчас мы спокойно сможем его сделать, потому что уже я могу его сделать. Всего лишь 200 дерева и 50 тканей. Однозначно закидываем, и мы уже сможем представлять из себя хоть какую-то боевую единицу. Но по большей части это нужно для убийства животных, потому что необходимо жира большое количество, чтобы поставить печку. Так, ребят, вышел я к первому РТ. К сожалению, этот РТ не совсем удачный, потому что, насколько я помню, по нему лазил. Не особо много мест там, где ящики, и как бы не совсем он такой... Самый большой мне нравится это шар, цистерна, там реально много ящиков. Поэтому строю здесь начальный дом, бегать особо искать не буду, еще по-рубочек разбил, вот брезент попался. О, вот лук, потом на крафте устреля, но для меня сейчас главное это построить начальный дом, у меня иначе уже инвентарь ломится. Что же, ребятки, построил дом, к сожалению, только с ключевым замком, потому что не может быть и речи сейчас на данный момент о кодовом замке, потому что он требует много металла, целых 100 фрагментов, а у меня даже печки нет, потому что у меня с одного кабана не хватило жира. Я сейчас только занимался тем, что бил деревья и камень, чтобы хотя бы маленький дом построил, чтобы разгрузить свой инвентарь. И первое, что обнаружил, действительно сделали затенение, когда ты находишься в помещении, сейчас вы это на себе. Обратите, я сначала подумал, что у меня в глазах темнеет. Вот, смотрите, мы находимся снаружи, да, и теперь я забегаю резко в дом, смотрите, что происходит. Просто все темнеет. Я сначала подумал, что у меня в глазах темнеет. Просто темнеет, и типа ты вот в помещении ходишь, солнце не проникает, и только снаружи, где-то там прям очень яркий свет, а у тебя в доме очень-очень темно и атмосферно. Короче, блин, прикольно реально. И тут уже надо будет фонари в скором будущем ставить. Кинул только спальник, поставил шкаф, и все, ребятки. Вот эти вещи я выкинул не зря, как мы помним, что у нас есть РТ, и сейчас наша задача найти там переработчик. В чудном месте я поселился, потому что, смотрите, возле меня сразу опять куча мусора. Ох, 5 МВК, ой, как хорошо. И бочки. Выпал брезент, и МВК, и дерево. Все, больше ничего не выпало. МВК, естественно, сложил в ресурсы. Из компонентов стоял только веревку, потому что веревка, она нужна, я ее решил не трогать. А вот эти почему компоненты, вы уже можете догадываться, потому что мне сейчас огнемет, допустим, не нужен, лезвие тоже. И брезент, по сути, не нужен, потому что он в основном используется только для изготовления сборщиков воды. А как мы знаем, в переработчике с них очень некисло выпадает металл. И вот эти штучки я взял, что вдруг я найду там плавильню, и удастся переплавить эту нефть. В общем, сейчас РТ будет выручать поначалу. Начиная по поиске переработчика, я просто этот РТ не сильно хорошо знаю. Если будет что-то попадаться интересное, обязательно буду вам показывать, включать. Потому что сейчас сам первый раз бегу, и даже не знаю где то что. Может, у этого даже и нет. Потому что переходы, катакомбы, еще неизвестно, куда как попасть. Есть, ребят, повезло. Вот в этом ангаре, как раз, где я сейчас показывал, прям скрайль. Вот он верстачок, а вот он переработчик. Поэтому мы сразу к нему обращаемся. Обращаемся. И закидываем все сюда ненужное имущество, которое мы хотим. Сейчас еще попробуем вот эту тему. Вдруг переработает. Так, 50 металла с одного бачка. Охренеть. Как раз сейчас мне будет на кодовый замок. А, второй раз 40. Смотрите, как интересно. Первый раз 50, второй. 38, 39. То есть, просто настолько рандомно. Кидает еще двенарик. А брезента хорошо ткани выпадает. Там по полтосу где-то. Сразу два переработала. Это не хочет перерабатывать. Сотка ткани еще очень не кислого. Смотрите, просто ни с чего. Кстати, если вы прямо в начале сюда забежали, можно даже факел переработать. И с него тоже что-то выпадет. С него ткань. Я думал, что-то этот выпадет. Топливо низкого качества. Еще и без факела остался. Нормально. Сейчас здесь темнеет. Охренее бегать. Так, первые ящички. Ну, тут скажут, что да, это медикаменты. У нас, кстати, их тоже можно перерабатывать. Причем с большой аптечки выпадает шприц. Прямо реально шприц. Он же из нее состоит. Из двух, правда, шприцов. А выпадает один. Еще бочечки. Блин, дерево выпадает. Очень часто выпадает дерево. Очень странно. О, ребятки, выпали катушки с бочки. Аж 4 штуки. Как мы помним, либо по 4, либо по 6 в стаке будут выпадать. Еще пару ящичков. Точнее, не пару, а один. Вот она, большая аптечка. Можно переработать на один шприц. Но это, конечно, будет полная фигня. Ребят, нашел я, короче, перегонщик. Он в таком хитром месте сделал. А с другой стороны, это очень офигенно. Потому что я боялся, что он будет на открытом месте. Вот в этом люке. Я думаю, все, вверх обежал. Кстати, еще раз подтверждаю. Самый бесполезный РТ. Он громадная территория. И вот все, что я нашел. То есть, блин, вообще бесполезный РТ. Думаю, дай-ка по низу пробегусь. И сразу на перегонщик. Конечно же, мы сюда загружаем нашу нефть. А, тут уже 100 дерева. Неплохо. И погнали. Ребят, я чуть, короче, штаны не наложил. Я просто охренел. Я вот так вот сидел в меню. И смотрел, как он перегоняется. Вот сейчас представьте только. Да я вот только что загрузил его. Сижу, смотрю. Выхожу с меню. Думаю, дай-ка пока плавится. Пробегусь, поворачиваюсь и охреневаю. Тут просто, ребят, темень. Тут просто темень. Я сначала подумал, что кто-то время поменял. Смотрю наверх, светло. Ребята, это настолько круто работает. Это затенение, это просто что-то нереально. Я реально чуть штаны не наложил. Я думал, что все. Какие-то силы тьмы тут все погасили. Вот тут же, вот я спустился, светло. Можно бежать куда-то. Но тут вот что происходит. Охренеть. А я свой этот факел переплавил. Вообще супер. С чего можно сделать? Без факела вообще не вариант. А почему он где вообще? В стандартных? Да, топливо низкого качества. Одну ткань. Всего лишь одно требует. Это хорошо. У нас оно есть. Ух, ребятки. Я реально чуть не посидел, наверное. Ну вы представляете, да? Все светло загрузили. Сейчас я... Ну вы поняли, короче, как это происходило. Это просто жесть. Такое все светло, нормально. Сижу такой, втыкаю здесь. Все хорошо. Думаю, сейчас пробегу. Опа, а тут погасили свет. Все, последние секунды плавки и побегу. Что-то уже сюда не разрываю. 56 хайкола, 57 с учетом, что я один потратил. Вообще, смотрите-ка, данный и горит. Что здесь делать? Вот это да. Вот это я понимаю. Вот сейчас вот за это просто 5 баллов разработчикам. Настолько реализма добавляет. Смотрите. Темень. Выхожу на божий свет. Правда, все еще темно. И потом начинает потихоньку светлее. Да, немножко коряво, базаров нет. А может, глаза привыкают. Хотя, наоборот, должно быть все ярко кажется. А тут вроде светло. Блин, ну это не передать словами. Это круто. Я аж кайфую. Давайте еще раз попытаемся. Смотрите, заходим такие без ничего, думающие. Я представляю, кто будет пугаться этого, кто этого еще не видел. Такой, опа, а что за хренья? Где свет? Куда свет? Хотя есть такое небольшое, видите, свечение. В принципе, заблудиться достаточно сложно. Но все равно немножко некомфортно бегать под такой темень. Очень некомфортно. Как-то на душе даже. Ну, не по себе, потому что такая темень. Кто откуда выскочит. Но это нереально атмосферно. Просто нереально. А из люка смотришь, все светленько, все хорошо. Это, ребятки, разрабы постарались. Есть, нашел. А вот так вот в тени? Вообще даже не заметил. Не, хотя можно заметить. По силуэту, но это не так-то просто. Шестерня. Хорошо. Правда, не знаю, что я радуюсь. Просто, просто классно, что нашел. Что она ни к селу, ни к городу. А я только максимум могу ее куда впулить. Это в дверь в МВКшную. А дверь МВКшная, она еще и требует их не одну, а хрен знает сколько. Она требует их пять штук. Пять шестеренок. Жесть. Блин, я сейчас словил себя на мысли. Я думал, что я никогда больше в жизни не буду использовать факел в этой игре. А тут он просто необходим. Так, ладно, все, выбегаю. Короче, бесполезный РТ абсолютно. Сейчас у меня в глазах опять нормально просветлеет. После побегушек потемну. Короче, не советую. Не советую этот РТ вообще никому, никоим образом. Честно говоря. Ну вот хотя бы что-то я выяснил. Что этот РТ минус. Надо разрабам сюда добавлять больше чего-то. Все, возвращаюсь обратно к дому. Вон он стоит. И, кстати, удивительно. Кто-то говорил, предлагал застроить вот эти места спамна. Но кто-то говорил, что они якобы рандомно всегда появляются. Ну вот смотрите. Я только недавно тут все разбил. И опять все появилось. Из четырех бочек выпало два раза дерево. Один раз веревка. И один раз опять сырая нефть. Так, ну что. Ну вот я прибежал. Естественно, первым делом крафчу кодовый замок. Чтобы уже не париться с этим ключом. Если убьют, то нормально все будет. И заказываю сразу печку. Потому что хватает уже. Хватает мне жирка. Так, вот он кодовый. И потихоньку начинаю складировать свои компонентики. Вот у меня уже три, которых я не хочу переделывать. Потому что они, в принципе, нужны. Ткань, она везде в топовой одежде необходима. Веревка не помню. Но тоже лучше оставлять. И, естественно, для МВКшных дверей шестеренки нужны. И вот смотрите. Просто один забег на РТ. Один забег на РТ. Я нашел четыре сразу нитки. И смотрите, к чему у меня теперь открыт доступ. Я могу уже топовый нагрудник делать. Потому что у меня хватает два и следует. 50 кожи. Кожа собирается с животных. Это не проблема. И 20 металлов высокого качества я нашел в бочке. 5. И плюс, когда вы добываете стандартные камни, вам туда еще металл капает. Сейчас поставлю печку и переплавлю. Все. Я могу уже... Прошло, я не знаю. Ну, полчаса даже не прошло. Я уже могу одеть топовый нагрудник. Топовую маску. Потому что как раз у меня четыре вот этих... Блин, забываю все время этих. Набора для шитья. А металл, в принципе, можно также в бочках спокойно находить. Кожа тоже не проблема. Вот вам, пожалуйста, плюсы системы комп... Ну, как плюсы. Те, кто хотел. Все. Через полчаса вы в топовой одежде. Так. Повыкидывал тут дверные ключи, замки. Все. Ставлю печку. Тоже у нее появился звук. Я ее не показывал. Вот такой вот. Загружаю туда резы и оставлю плавить. Так. Ну, а пока у меня процесс идет. Печка уже плавит. То есть, я уже на пути к совершенству. Я все-таки вместо РТ побегаю по этой дороге сейчас. Потому что очень много возле нее кучи с мусором. И посмотрим, что же мне будет выпадать. Вы увидите уже конечный результат. Вот она, собственно, сама дорога. Уже вон видно кучу мусора везде. Миллион бочек. И сейчас будем заниматься этим. С первой же бочки выпала шестеренка. Потому что это уже предмет не такой простой. Это уже предмет, компонент второго тира, как писали разработчики. Поэтому считаю его достаточно редким. Именно, чтобы он с бочки выпал. И поэтому показываю. Вот еще одна приличная кучка. Кстати, вот такие кучки мне больше всего нравятся. Потому что... Ой, блин, забыл выложить этот. Что-то с собой потащил. Потому что тут есть ящик. А ящик, как мы знаем, там хорошие вещи попадаются. Еще веревка выпала. А так, в принципе, в среднем выпадает всякая такая стандартная лабуда. Пока что. Ну, вот эти лезвия. Но лезвия хорошо в металл опять же переделывать. Да, ребятки, столкнулся с проблемой опять банальной нехватки инвентаря. Вот я уже пробежал вдоль дороги. Смотрите, у меня все забилось. Правда, я уже нашел одну металлическую трубу и одну пружину. Вот в этих ящиках хорошие вещи. Во, вторая пружина. Достаточно хорошие вещи появляются. Но они прям не совсем часто встречаются. Но достаточно часто. Допустим, вон еще один. Сейчас мы залутаем. А вот в этих в основном всегда еда. Я ее беру, чтобы калории пополнять. И вот этот ящик тоже интересный. Сейчас посмотрим. Еще одна пружина. Это все. Оружие уже почти-почти готово. Еще трубок найти. Этих железных труб. И уже можно будет самоделку какую-то делать. Пайп. Да, с одной трубы можно только самодельный одноствольный дробовик. Двустволочка уже две трубы стоит. Пружина не нужна. Но пружина у нас идет во все топовое оружие. То есть везде одна пружина, одна пружина. И в дробовик две пружины. Калаш. Четыре аж пружины. Нифига себе. Две пружины. Нифига не кисло. Так о Томпсон. Томпинган. Томпсон две пружины. Ну то есть у меня три пружины. Я калаш даже могу... А не, калаш еще не могу. Одной не хватает. Но тем не менее уже что-то можно. Ребятки, выбежал к любимым... Ой, тут бочки. К любимым нам и уже этим тарелочкам пробежал. Настолько увлекательный процесс. Бежишь по дороге. Вот еще одна бочка. Вот еще одна. И постоянно что-то лукаешь. Остановиться вообще невозможно. Ага. Вот приходится тратить уже эти... Долбить. Еще этот набор для шитья набрал. Еще набор для шитья. Уже двадцатка заполнилась. Набора нормально. Так, ребят. Насколько я помню, тут был стол для исследований. И тут, скорее всего, тоже... Скорее всего, за этими штуками. А, это что, бак еще такой? Смотрите, вроде закрыто все. А проходить сквозь могу. Дверь открыта. Они какие-то нерабочие текстуры. Ладно, пофигу. Да, вот он, переработчики. И сейчас, конечно же, я здесь опять вот это все переработаю. То, что мне не нужно. Пружины это однозначно нужно оставлять. И лезвие. Куча лезвий. Шестеренки тоже нужны. Звук, конечно, настолько палевный. Хотя, в принципе, нет, не сильно. Если вы тут будете беспалево что-то... Ну, вот в такой раз я уже не слышно. Вот. Ну, хотя нет, радиус тарелки самой примерно. То есть, прям не сильно далеко будет вас слышно. И по-любому, кто-то, если услышит, обязательно заглянет на огонек. В общем, вот что у меня получилось из всего. То, что вы видели. Это почти 300 металла уже переплавленной. 135 тканей. Неплохо. Так, ну что, ребятки. Достаточно, вроде как, по времени я уже тут прилично. Вот так вот по дороге бежал-бежал. То есть, я отсюда начал. Вот так вот, вот так вот. А вот она, оказывается, тарелки. И вот РТ, вот тут где-то мой домик. То есть, тут, по сути, я вообще близко очень. Вот что залутал я на это время. Из важных. Это, конечно же, металлическая труба. Сейчас однозначно уже буду делать однозарядку. Шестерни в будущем для двери. И вот это задел на будущее под топовое оружие. Поэтому сейчас бегу обратно и приступаю к крафту. Так, ребят, ну что, давайте подведем итог сегодняшней серии. Да, для вас это 20 минут заняло. Для меня там больше часа, может, полторушечка. Что мы в итоге имеем? Я уже прибежал, скрафтил пайп. Естественно же, ребят, даже тут, даже к гадалке не ходи. Однозначно пули. Ну, это уже на любителя. Может, кто-то и красные патроны скрафтит. Потому что они отличаются только количеством, собственно, металла и пороха. Эти самые дорогие, но они и самые убойные. Я их обожаю, потому что пайп с ними просто нереально домажная вещь. Из одежды я скрафтил из топовой курт... Ну, телогрейку, кто-то с набалдажником. Ну, в общем, вот такую вот пайту. Штаны они используют по одному. Набору для шитья я их набрал больше 20, нашел. Вот, собственно, это. Тут все в ткань убирается. Ткани тут предостаточно. И набор. И предтоповую, ребяту, маску. Предтоповая маска, которая... Почему я не скрафтил вот эту железную? Хотя у меня уже металл высокого качества есть. И даже на нагрудник вместе взятый. Потому что я 10 только нашел в бочках. Уже готовый. Плюс пока собирал ресурсы, долбил на дом. У меня еще металла набралось. То есть я могу уже сразу и маску. У меня как раз хватает всего. И эту. Но я МВК берегу, естественно, на оружие. Он у меня, конечно же, есть. Но все-таки это такая вещь, не так просто добываемая. То есть не в таких больших количествах. А на оружие его достаточно много надо. Вот она предтоповая маска. Она простого металла стоит. И тоже один набор. И скрафтил вместо брони. Естественно, дорожных знаков я не могу. Потому что я не нашел ни одного дорожного знака. Для Килта один нужен. Для брони вообще три. Поэтому пришлось сделать деревянную броню. Благо она использует веревку. Она даже не использует набор для шитья. То есть у меня веревки тоже там 7 футов, кажется. Собралось. Вот я 2 фута использовал на щитки и, собственно, на броню. И вот, собственно, что мы имеем где-то через час, там, полтора игры. Пока все построили и так далее. Потом, конечно же, этот процесс ускорится. Когда уже у вас есть дом, куда складировать. И вы знаете четко, куда бежать. То есть мы имеем как минимум в системе XP, вспоминаем. Чтобы добраться до патрона, он открывается там под 20 уровень. То ли 16, то ли 18, не помню. То есть это на фиг не сколько колтить. Эта маска тоже предтоповая. Тоже фиг не с какого уровня. Вся вот эта одежда тоже топовая. Пайп тоже приличный уровень. Там то ли 13, точно не помню. Ну, в общем... А, кстати, естественно, аптечки и шприцы вы можете крафтить в любых количествах. Все упирается только в ваш жир, топливо низкого качества и ткань. То есть в плане вот имения каких-то вещей, тут, конечно, скачки просто колоссальный разброс. То есть ты можешь бежать почти в топовой броне уже, с топовыми пулями и просто уже нагибать через час игры в раст. То есть все зависит от того, насколько ты хорошо облутаешь все дороги, все РТшечки. Из сегодняшнего опыта мы уже поняли, что РТ такое себе именно это. То есть на него можно ставить однозначно крест. Лучше, конечно, искать сферу. Сфера мне больше всего нравится. Возможно, аэродром. Вот он, кстати, да, видно. Потом АС. Ну, точно про нее ничего не сказать не могу. Но мне больше всего, конечно, нравится шар, цистерна. Потому что наверху там много топовых ящиков, особенно военных. Кстати, я даже не знаю, как она отсюда выглядеть должна и куда мне держать путь. Но уже это не имеет никакого значения. Потому что уже вайп через день на сервере Рокстоун я уже буду выбирать свой путь. Буду заново развиваться. Но хоть я уже буду понимать, что я буду делать. Как говорится, не буду терять время не зря. Вот на таком красивом закате, собственно, день в расте подошел к концу. И мое развитие тоже. Не так страшна оказалась система компонентов. Хотя я до сих пор не скрафтил ничего топового. Не нашел ни райфл-часть, ничего. Но, по сути, я и не был на топовых РТ. Поэтому я ничего и не нашел. А шанс выпадения вот с таких бочек стандартных и с ящиков крайне мал. Именно части от винтовок. И, как мы заметили, тоже трубы выпадают достаточно редко. То есть трубы относятся уже, видать, к редким компонентам. А шестерни достаточно много выпадают. И пружин тоже у меня три штуки выпало. То есть все-таки часть от винтовок будет сам... А, это техническая часть. Рейды, рейды. Я забыл про рейды. На сишку мне вообще ничего не выпало. Ни одной микросхемы. Ни одной микросхемы не было вообще. То есть пока что не все однозначно. Вроде начальное развитие происходит достаточно легко. То есть я без особых напрягов, не говоря о кодовых замках, от всем пошел, переработал, все построил. Вроде какой-то маломальский запак есть. Но чтобы топовое, чтобы уже начать рейдить, надо попотеть именно поискать все эти части. И все упирается опять в лутание. В лутание, бесконечное лутание РТ. Потому что как бы вы не фармили, хоть вы там уже у вас 30 тысяч серы, и не будет у вас этих микросхем, ничего вы не скрафтите, никого не зарейдите. Потому что надо бежать на РТ. Вот это вот и пугает. Но это мы уже увидим на сервере Rockstone. На втором классическом я буду играть. Потому что классика мне что-то больше сейчас нравится. Но там дружелюбная классика. Там увеличены стаки общие до 4 тысяч. Плюс ускоренное время крафта в 3 раза ровно. Чтобы долго очень не ждать. И ускоренный рейд на добычу ресурсов. Чтобы немножко быстрее развиваться. Поэтому, ребятки, делитесь своими впечатлениями. Очень интересно послушать. У меня двоякое ощущение. С одной стороны, вроде легко до каких-то вещей развиваться. А с другой стороны, я толком топово ничего и не сделал вообще. То есть, как там будет дальше, непонятно. Может так, что и неделю всю проиграешь. И даже ни на один рейд не сходишь. Потому что найдешь 2 микросхемы и все. Третью даже не скрафтишь сишки. Будешь продавать серу и менять на микросхемы. Ну это жесть, конечно. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим. Все, ребятки, с вами был Flash. Увидимся в следующем видео.